Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Вчера мы проводили в чате активист ДВК наш традиционный прямой эфир и объявили, что 22 февраля мы объявляем о проведении митинга по всему Казахстану. Наше требование будет звучать следующим образом. Жумус, Лайхт Турмус, Табс. Это доходы, работа и достойная жизнь. Мы в этот раз выйдем широким кругом требований. Я хочу их озвучить. Первое. Мы будем требовать, чтобы были реализованы программы, которые широко известны в народе. Они известны как программы демократического выбора Казахстана, но суть не в этом. Суть в том, что мы будем выдвигать те требования, которые правительство в состоянии реализовать немедленно. Не ждать 30-го года, 50-го и так далее, а немедленно. Какие это требования? Мы будем требовать, чтобы правительство приняло соответствующие законы, которые бы установили на предприятиях экспортных, как нефтегазовая, горно-металлургическая, общая численность работающих на этих предприятиях приблизительно около 1,5 млн. человек. Чтобы на этих предприятиях, перечень их известный, установили решением правительства и законами Казахстана минимальную зарплату в размере 1000 долларов США или приблизительно 400 тысяч тенге. А средняя зарплата, чтобы на этих предприятиях была не менее 1500 долларов, то есть 600 тысяч тенге. То есть кто-то будет получать 2000 долларов, 3000 долларов, кто-то 1000, но в среднем на предприятиях зарплата должна быть не менее 600 тысяч тенге. Это абсолютно реально, и я много раз это объяснял, я сейчас пока буду перечислять требования. Итак, на сырьевых экспортных предприятиях, чтобы средняя зарплата была на уровне 1500 долларов или 600 тысяч тенге. Сейчас на этих предприятиях в среднем люди получают 100-150 тысяч тенге. Далее, мы будем требовать, и в свое время мы проводили такие митинги, когда зарплата учителям, педагогам, воспитателям в детских садах, которых мы требуем приравнять по своему статусу с педагогами, врачам поднять в среднем приблизительно до около 1000 долларов. Мы затем позже дадим детали, но цифра приблизительно около 1000 долларов, это порядка около 400 тысяч тенге. Сейчас врачи, учителя получают довольно низкую зарплату, всякими доплатами и так далее, и заработная плата не добегает даже до 150 тысяч тенге. То есть фактически мы требуем поднять заработную плату в несколько раз. Была в свое время озвучена программа по военным и полицейским, и мы говорили тогда, что стартовая заработная плата постовым, начинающим полицейским и военным, например, стартовой, была должна быть не менее 1000 долларов. Лейтенанты около 2000 долларов, и затем все выше и выше. И тоже аргументировали, почему нужно это сделать, и показали, что у страны такие возможности есть. Далее, есть так называемая социальная программа ДВК, где мы заявляли, что необходимо со стороны государства установить минимальную гарантированную пенсию в размере приблизительно от 300 до 400 евро, что по текущему курсу порядка 170 тысяч тенге. То есть люди получают свою пенсию, которую они получают через накопительную систему, и плюс государство должно доплачивать дополнительную минимальную пенсию, и ее сумма должна составлять порядка 170 тысяч тенге. Также мы заявляли, что инвалиды должны быть приравнены к пенсионерам, и тоже должны получать такого рода доплаты не на уровне сейчас 28 или 40 тысяч тенге, в зависимости от уровня присваивания инвалидам первой, второй, третьей группы и так далее, а именно должны получать не менее тех сумм, которые будут получать и пенсионеры. Порядка 170 тысяч тенге. Мы озвучивали, что матери, независимо от того, сколько они детей родили, в первые годы реформ должны получать эквивалент суммы свыше 20 тысяч тенге. Мы там писали 50 евро по текущему курсу, это более 20 тысяч тенге, и постепенно эта сумма должна вырасти до 80 евро. 80 евро нужно на текущий курс умножить, это около 35 тысяч тенге. И внимание, уважаемые матери, здесь речь идет о том, что независимо от количества детей, эти пособия должны выплачиваться за каждого рожденного ребенка, при том пособия не до года, а до 7 лет. В качестве информации я вам сообщаю, что во всех европейских странах дети получают пособия до 18 лет. Мы, в связи с тем, что реально оцениваем возможности текущего бюджета, вышли с программы, что эти пособия матери должны получать за каждого ребенка на текущий момент свыше 20 тысяч тенге до 7 лет включительно. Далее, мы будем требовать, чтобы государственное образование, и это касается средне-специального высшего образования, было бесплатным. Напоминаю, что в 90-х годах и в советские годы образование и медицина было бесплатным. Мы сейчас не говорим, не отрицаем частную медицину или частное образование, мы сейчас говорим о государственном образовании и государственной медицине. Так вот, все это должно быть бесплатным. Что касается студентов, мы в своих программах озвучивали, что необходимо тем студентам, которые испытывают проблемы в жилье, мы оценивали их численность минимум 100 тысяч человек, хотя правительство их оценивает на уровне 17 тысяч человек, тех людей, которые срочно нуждаются в общежитии, мы взяли запасом минимум 100 тысяч человек. И мы требуем, чтобы студенты получали компенсации на аренду жилья минимум по 100 долларов на каждого студента. Это в год порядка 100 миллионов долларов, это незначительная сумма в масштабах нашей страны. Для того, чтобы решить кардинально проблемы с общежитиями для наших студентов. И также мы будем требовать, чтобы студенты получали стипендию в размере 50 тысяч тенге от государства, независимо от того, учатся студенты в частных учебных заведениях или в государственных. Далее. В программах ДВК есть раздел, касающийся земли. Как известно, есть закон, принятый в Казахстане, который предполагает, что горожанам необходимо выделить по 10 соток для строительства индивидуальных жилья, а для жителей села не менее 20 соток. Так вот, мы будем требовать, чтобы этот закон исполнился. Все эти моратории, которые введены Назарбаевым, были сняты. И земли были реально выделены. И под них действительно выстраивалась инфраструктура. То есть электричество, водопровод, все это абсолютно реальные денежные средства и есть. Я сейчас в конце коротко скажу, где эти деньги, хотя я много раз на эту тему выступал. Итак, мы будем требовать, чтобы распределили 10 соток горожанам, и точнее всем гражданам, кто проживает в городах, и 20 соток, кто проживает в сельской местности. Мы девятая территория в мире по размеру суши. Девятая. И население всего лишь 18 миллионов человек, поэтому это абсолютно реально. Хватит тянуть годами этот вопрос, зажевывать. Это абсолютно реально. И наши люди должны получить землю. Далее. Мы в прошлом году и позапрошлом году активно выступали с требованием кредитной амнистии. В прошлом году Такаев провел небольшие такие действия. Это порядка 300 тысяч тенге было списано потребительских кредитов. Как заявило правительство, что это коснулось около 500 тысяч человек. Мы требуем, чтобы списали всем гражданам страны, порядка 9 миллионов человек закредитованные, имеют потребительские кредиты, а также ипотечные займы. Мы в своих программах заявили, что необходимо списать долги, в том числе и по ипотечным займам, на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Это суммы, которые люди получали в кредиты на жилье до 30 миллионов тенге. И тоже на эту тему я много раз выступал и объяснял. И мы требуем списать все кредиты потребительские. Эти ресурсы в стране опять же есть. Я сейчас пока перечисляю список требований. Уважаемые друзья, мы также заявляли в своих требованиях, чтобы государство активно внедряло жилищную программу. Как вы знаете, мы в своих программах заявили, что необходимо быстрыми темпами строить жилье. Программа наша подробно описывает, какое жилье, сколько человек в год. Именно эта государственная программа обеспечит жильем. 250 тысяч человек. И цена вопроса около 3 миллиардов долларов в год. Эти деньги опять же в стране есть. Вы все прекрасно знаете, что сейчас вообще наступила очень тревожная, критическая ситуация в экономике. Идут массовые выступления матерей, многодетных матерей. Люди жалуются, что власть абсолютно глуха к их потребностям. У большого количества людей нет просто физически воды, обычной питьевой воды. Больше 2 миллионов человек страдает от отсутствия воды. Таких проблем в нашей стране накопилось много. И с каждым годом они только нарастают. Роста экономики нет. Мы топчемся на месте. Уровень заработной платы, который был сейчас, есть. Он тот же самый, даже ниже, приблизительно как в 2008 году было. То же самое и осталось. Даже ниже опустились заработные платы и все прочее. Доллар в эквиваленте. Поэтому мы понимаем, что нынешняя власть в лице Назарбаева и его преемника Такаева ничего не делает. У них политика только обещать светлое будущее в 30-м, 50-м году. Назарбаев несколько лет назад говорил, что в 20-м году будет все отлично, но 20-й год уже наступил. Поэтому, я думаю, пришло время решительных действий. Ситуация в стране изменилась. То есть, люди уже ясно понимают, кто является причиной этих проблем. И стоит вопрос, вот тот пакет требований, который мы озвучиваем. Насколько реалистичны его реализовать в кратчайшие сроки? Я в своих многочисленных выступлениях говорил, что эти программы можно реализовать от начала до конца в течение полугода. Запустить их. То есть, необходимо, чтобы правительство поработало. Все свои предложения в виде оформленных законов передало в парламент. Затем парламент, рассмотрев, может их принять. И в течение 6 месяцев можно изменить все. Это заработную плату в экспортных предприятиях платить не менее 600 тысяч тенге. Доплачивать матерям за каждого рожденного ребенка, сейчас на первом этапе, минимум 20 тысяч тенге, до 7 лет включительно. Выплачивать стипендии студентам по 50 тысяч тенге и оплачивать по 100 долларов за возможность снятия в аренду жилья. Поднять в несколько раз зарплату педагогам, врачам, решить вопрос по выплату, размеру пособий инвалидов. У нас их в стране свыше 660 тысяч человек, только официально зарегистрированных. Реально их численность больше. И в течение 6 месяцев принять необходимые законы, чтобы государственные медицинские учреждения и учреждения, связанные с образованием, тоже обеспечивали бесплатные услуги. Одним словом, тот пакет требований, который мы озвучиваем, его можно внедрить в течение полугода. Задумайтесь, не через 10 лет, не через 20 лет, а через полгода. Поэтому мы должны выходить и требовать 22 февраля, мы должны выйти на митинги и требовать. В свою очередь, мы, штаб ДВК, будем озвучивать наши цифры, аргументы, еще раз показывать, что абсолютно все реалистично. Я много раз уже говорил, что на данный момент высшее руководство страны, в лице Назарбаева и его окружения, Акимы областей, их приближенные, которые отмывают им деньги, ежегодно утаскивают из страны порядка 30 миллиардов долларов США. Это размер годового республиканского бюджета страны. То есть есть официальный бюджет порядка около 30 миллиардов и столько же этих денег крадется. Поэтому наша задача деньги развернуть вовнутрь и именно эти деньги решат кардинально все вопросы нашего государства. Мы не должны ждать года, мы не должны сидеть, ждать, что кто-то что-то решит. Мы должны требовать эти возможности у страны есть. Если кто-то сомневается, если кто-то считает, что это не так, посмотрите, послушайте наши программы. Если сам Назарбаев считает, что я говорю нереальные цифры, я еще раз, используя эту трибуну, говорю. Я приглашаю на дебаты Назарбаева, Такаева и все правительство. Пусть они садятся в специально обозначенный день, выходят с документами и пусть они попытаются убедить вас, уважаемые друзья, в том, что это нереально. А я буду по памяти озвучивать все цифры, касающие наших возможностей экспорта. Сколько мы продаем нефти, сколько металлов, сколько мы производим зерна, какие доходы формируются в республиканском бюджете. И я озвучу, какие гигантские суммы растекаются по их карманам, включая, озвучу, объекты, которые стали их собственностью за пределами нашей страны. Поэтому наши требования абсолютно реальны. И, уважаемые друзья, мы не должны ждать, мы должны действовать. Сейчас значительная часть населения уже образована, понимает, почему это происходит, понимает, что нужны политические реформы, понимает, что мы должны отказаться от должности президента. Мы должны построить парламентскую республику, взять под контроль эту власть. Только тогда все это изменится. Мы должны выбирать Акимов, тогда Акимы будут работать на народ, а не на политическую верхушку. Мы должны выбирать наших депутатов, тогда они не будут сидеть в Астане и не появляться, если у вас есть проблемы. Это будут ваши депутаты, если вы будете их избирать. И эти ваши депутаты завтра изберут правительство, и это правительство будет на вас работать, а не на политическую верхушку. Поэтому, уважаемые друзья, мы начинаем масштабную кампанию в течение этого месяца. Мы будем озвучивать очень подробно все наши программы, и вы убедитесь еще раз, что это абсолютно реально. Хватит сидеть дома, хватит ждать какого-то героя, который в один день придет и изменит. Вы посмотрите, вчера в Зайсане большое количество людей начали защищать казахов, беженцев из Китая. Не то, что наших граждан, уже мы свой голос отдаем тем, кто попадает на территорию Казахстана и страдает от действий наших властей. Поэтому я уверен, что мы в состоянии защитить и свои собственные интересы, потребовать, чтобы это правительство реализовало все эти программы, чтобы мы действительно стали жить достойной жизнью. А это возможно только тогда, когда мы объеднимся, начнем действовать, прекратим сидеть дома, обсуждать у себя на кухне и прекратим бояться. Кто-то говорит, что эти митинги бесполезные. Вы выйдете на митинг, выйдете тысячами и вы увидите результат. А если на митинге будет выходить незначительное количество населения, то, конечно же, результата не будет. Результат будет тогда, когда свой голос озвучит каждый из вас, когда десятки тысяч выйдут на улицу. Поэтому мы вас призываем выйти на митинги 22 февраля с требованиями ТАБС, ЖУМС, ЛАЙФТ, ТУРМС. Доходы, работа, достойная жизнь. Алга Казахстан.